На балкончике, конечно, очень красиво. Курить не буду, осуждаем. О, там, прикинь, тут мужик тоже на балконе сидит, если выйти. Слева, снизу, этажом. А, вижу. Обалдеть. Какой тут уровень детализации, просто представь, проработки. Ладно. Да, тут даже жизнь чувствуется, типа. Кстати, а ты в курсе, что ты можешь открыть инвентарь, допустим, взять аптечку и просто перенести её на подсумок, и он сам всталится? Да, знаю. А, ну всё, красавчик. Так, тогда бери себе нормальное оружие. Да, либо... Ну, калаш, наверное, себе оставлю, потому что это... С патронами, чтобы проблем не было. А ты тогда бери ружьё. Ну, так, да, я не буду калаш брать. Мне кажется, сольюсь снова. Да не, не сольёшься ты. Тут, на самом деле, сложно слиться. Мы слились только потому, что мы, ну, не по нему... Ну, не знали, что произойдёт, банально. Какие-то типы вылетели на нас. Вернее, мы на них вылетели, а они нас убили. Так, у меня даже ни аптечки, ни бинта, вообще ничего. Вооружейный шкаф аптечку. Это же выбросить можно, может. Просто выбросить. Ну, всё, я убрал сюда. Плюс два бинта. Одна аптечка, два бинта. У нас с тобой, смотри, строго по одной аптечке. Больше аптечек нет вообще. Это очень важный момент. Так, а это что такое? Цевьё полимерное для АК-47. А, АК-74, то есть. А у меня карабин-молот ВПВО. Да, это не калаш. Немножко другое, короче. Поэтому пока убираем. Хвост собаки, опять же, не знаю, куда девать. Патроны в калашу. Подожди, а это уже другие. Это патрон спортивный, пуля двухэлементная. А, это что? Патрон... А, это 7-62. Пожди, так, у нас ковр... Выпал 136. Выпал 136. Не понял. 7-62. Всё, понял. У нас с тобой выпало под 7-62. Мы стреляем 7-62. Соответственно, у нас есть пуля. Патрон с пулей пониженный. Рикошетирующей способностью. Пока пусть лежит, мне кажется, не очень нужно. Так, ну, в целом. Всё, ты взял аптечку бинт? Да, всё взял. Ну, давай тогда посмотрим, что тут дальше. Попробуем, что ли, взять АКвест на одного игрока? Посмотреть, что это, в принципе. Давай, и потом я предлагаю выйти в подъезд, там уже мужик стоял. А, ну, хочешь, можем сразу выйти посолить. Давай. Давай. Сидел, да, тут какой-то, дед. Расскажай себе. Всё зовут Варганом. Отпустила меня поганка из гравитационной аномалии травмированным. Тоже вы. Уходить отказался. Попросился здесь хотя бы дворником. Устроили. Не знаю. Больше не хочется нигде находиться. А здесь нравится мне слышать разговоры учёных. Хоть, ни хрена я не понимаю в этих бабсах. Работёнку не подкинешь? Вот, казалось бы, узаконили сталкерство. Нет, всё равно есть запрещенные к выносу вещи. Слышал про берёзовый свинец? Нарубят сталкеры дрова, вкладут в костёр. Костёр тухнет, а некоторые дровишки выделяют жидкий свинец. Учёные пробовали похимичить. Жертв... Да, запретили выносить в общем. Немного коррупции ведь никому не повредит, ага. Так, ну у нас... Ты слышал, что он сказал, да? Да. Такое дело рисковое. Берёмся или... Или мы честные сталкеры? Тут есть выбор. Угу или мы честные сталкеры? Ну, это решать тебе, но я бы выбрал честный сталкер. Ты чё, пожил? А мне вот интересно, чё будет дальше. Или чё? Какой-то свинец, с другой стороны какие-то опасные дрова. Давай, возьмём. Я говорю вам, мы сработаемся. Двигайте в ЖД-туннель, западнее градирни. ЖД-туннель, западнее градирни. Градирня, север-юг, запад. Ну, короче, понятно. Я не знаю, какой-то мы скользко дело взяли, но посмотрим. Ладно, профессор, один игрок. Значит, история о зомбированных. Хотим одного приручить. А псевдо-собаку взём мутанта. Пулевая группа заканчивает. Осталось обезопасить стаю и полевую группу от возможной смены направления движений псевдогиганта. Но это капец, какой псевдогигант? То есть, это второй квест после первого профессорского. И нам уже псевдогиганта предлагают мочить. Может, он, конечно, не такой живучий. Но у нас только ружья и калаш. Я ещё возьму патроны. Калаш, что ты мне... Да, мне бы тоже дробью вышли через эти. Да, минимум 50 надо. То есть, может, получится там как-то его отстреливать и прыгать в момент, когда он топает. Я не знаю. То есть, долбить, долбить его дробью. Да, попробуем? Давай, посмотрим, что это такое. Есть такая профессия мутантов защищать. Нахождение полевой группы возле беспилотного разведчика. Пожди, а мы можем два квеста взять? Например, ещё один его квест. В прошлый раз не получилось. Например, вот ещё один его квест. Просто надо запомнить. Так, что нам нужно? ЖД-то ну или у градирни. Это по поводу мужика в подъезде. Потом по поводу защитить мутантов. Это возле беспилотника упавшего. И сейчас можно вроде ещё взять. У профессора квест на два игрока. Делал срочное. Полторы недели назад в сопровождении военных отправилась научная экспедиция. Дату возвращения просрочили на два дня. Сегодня зафиксировал сигнал от тех мест. Уже в деле. Местонахождение болотца на затоне. А, зато он север его НЗ Круг. Если там будет пусто, то проверьте Скадовск. Вот ваш пропуск через КПП на затон. Не, ну мы давай сначала всё-таки сходим на Юпитер. Да, слушай, на Юпитер потом не стал. Всё, поехали. Не будем тоже катать и нуть. Ни за что. Сразу побежали. Не, ну то, конечно, как написали кто-то в комментариях, тут только вот эту возможность совместно выпить с игроком, наверное, кучу времени делали. Ну, вместе, чтобы выиграть. Читал. А в итоге, прикинь, тут сколько мелочей всяких. Да, это вообще. Дружище. Бронежилет твой дерьмо. Пару месяцев назад в таком же два ребра хрум-хрум сделали. На радость медику. Калымят ребята. Сам. Чего надо, старче? Ладно, давай переместимся. Это мне было. Не знаю. Так, на Юпитер, получается, да? Да, на Юпитер. Не, ну тут прикольно, что есть такое внимание к ночам. Вначале мы выпили, перед тем, как на обучение пройти, и он это заметил. Да, это вообще с этого шоке был. Вот чисто интересно было бы начать заново, ну, когда-нибудь потом, может, на стримах, когда будем проходить, и не выпить, и проверить, реально он по-другому что-то скажет. Или это банальная фраза была такая. Ну, типа на верочку, что игроки по-любому выпьют. Ой, ну, конечно, чтобы детекторы профукали, это очень, не очень. Да, я не знаю, что у него уже вообще. А почему он только у тебя был? У меня не было. То есть она же 2 должно быть. Или у тебя сразу 2 прибора было? У меня была и эта коробка, в которой, короче, артефакты выжить, и сам детекторы, который магнитет. Понятно. Все, понял. А то я думал, каждому должны так, ну ладно. Будем, значит, надеяться, что найдем как-нибудь где-нибудь. Мы просто видишь, что всего 2 рейда у нас было, и мы в основном по местам-то и не ходили по интересным. Так, чисто еще. И, фуру, говори, сейчас вообще так с полутаса сходить. Прям нормально, только аккуратно. Сначала квесты, да, а потом будем стареть по состоянию. То есть, после пседа гиганта. Опа, подожди. Игра зависла. Ты жилой? Я гружусь. Смотри, тут сразу лут валяется перед нами. Глянь. Ого. Какой-то глушитель моментально. А ну-ка, что это? Набор для чистки пистолета. Набор имеющий в своем составе все необходимые. А-а-а, вот оно что. Ты понял? Вот так вот, оказывается, чинить оружие, походу. С помощью набора для чистки всяких. Так, а фонарик, кстати, имеет заряд? Вот этот вопрос. Потому что про это ничего не говорилось. Скорее всего, нет. Так, ну... Подожди. Чего? У меня игра сама сворачивается. Мне бесит немного. Игра сама сворачивается? Да. Так, может, у тебя там какая-то программа открыта, которая... Чай, посмотрим, погоди. Так, какие-то патроны нашел. Или что это? Я на так нажимаю, а она сразу сразу сворачивается сейчас. Так, может, у тебя Ctrl зажат? Или Alt зажат? Случайно. Возможно, сейчас смотрим. Залип там, например, условно. Ну, или не нажимай так. Так, глаз в заборе, северний градирный канал. Ну, тут те же самые, кстати, одни и те же выходы. Так, еще пачка патронов. Я влутаюсь, где пленные у бандитов. Еще нашел патроны, картечь. И 77-62 на ТТ. Короче, маленько подлутываюсь. Все-таки на этот раз тут что-то есть. Это хорошо. Это все надо собирать, потому что патроны нам, я так думаю, пригодятся в дальнейшем. Да, мне тоже. Различные. Пока что то, что надо не попадается. Но все-таки, видишь? Слушай, а я же и находил 7-62 патрон. Может, они подойдут для нашего? Хотя, опять же, у нас спортивный, как нам говорится, там коллаж, да? Один-другой какой-нибудь нацепить, попробовать. Если он будет совместим, то, наверное, да. Ладно, посмотрим. Давай покажу с собой все внимательно осматривать. А ну-ка, тут можно? Так, тогда нам ближе куда? Я уже забыл все места, куда надо. Тоннель. А, тоннель или беспилотника. А второй на затоне на болоте. Все, понял. Да. Ровно на стоянку сходим, посмотрим. Кстати, вот интересно. А вот если я на веер запрыгну? Спрятали ли тут разрабы? По-любому же есть какой-то более ценный и редкий лут. Ну, по-любому должен быть, да. В каких-то местах опасных. Какой-нибудь калаш, например, тоже самый. Хороший боевой. Ну, тоже, конечно, просто так он валяться не будет, очевидно. Патроны 545. О, неплохо. Пачку целую? Да, 30 штук. Это нам пригодится. Ну, в целом, видишь, вот всякие закутки. Надо прямо обыскивать в закутках что-то лежит. И опять же, а представь, добавить сюда режим, там, 4 игрока, чтобы по карте бегала. И прям пвп уже конкретно, что было. Блин, ну, это очень классно. Ну, это уже сторонние серваки надо делать. А это уже нужны денежки. Так что, как бы, да. Ладно, пойдем влево. Ну, может, на ЗРК Волхов заглянем? В любом случае, надо поутаться все-таки. Потому что вот мы потеряли больше. Проверь, что у тебя оружие заряжено точно. На Y. То есть достаешь пушку Y, а то в полубое. Все, теперь точно заряжено. И сейчас такой момент, что там могут быть на Волхов гады всякие. Поэтому осторожно. Опа, кровосос, беги, пожалуйста. Куда бежать? Дальше, просто на Волхов. Там на болоте был кровосос. А ну-ка, в кусты можно спросить? Он бежит за нами, брат, беги-беги. Со мной. Главное, не промахнись. Я могу на себя хит принять. Но у нас блин всего одна аптечка. По идее, мы должны быть видно. Глаза не. По идее, он все, за нами бежит, нет? Может быть, ладно, все. Мы идем на Волхов. Вот сейчас очень осторожно. Пошли к этим ангарам первым. Гаражам. Уже слышу собаку. Поэтому вон псевдо-собака. Две псевдо-собаки. Да, это же вижу. Ну, нам надо будет их по-любому мочить. Хочешь, не хочешь. Серьез? Да, да, да. Я просто патроны в магазин заряжал. Ты же всей дробь положил в кармашек, чтобы быстро перезаряжать. Да, 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 конечно. Так, ну пойдем аккуратно, но болеем. Капец страшно. Главное, без паники, если что. Выстрел дал, отбежал. Благо он во время перезарядки перезаряжается вроде бы. Так, смотрим тут в ангарчике. Что будет? Какой-нибудь хабар. Вот бинокль не хватает вообще. Да. В ангаре ничего не было. Так, ну ладно, собака, сейчас что-то надо с ней делать. Сейчас сек. Они еще убегают от нас. Опа. Кайф. А, у меня, оказывается, не было все-таки в посунке калаша. Все, ладно, живем. Заряжаем. Ничего. У этой тоже? У этой, да. Ладно, но зато теперь, наверное, тут безопаснее, в теории. Кстати, а тут же в оригинале целый склад военный в ЗП. С калашами, между прочим. А тут? Ну там лежит какая-то, какой-то без. У калаш, смотри, калаш. Калаш между ящиком и полочкой. Да, вижу. Капец. Но дверь закрыта, нам придется через подемку идти. Там на полках еще что-то, кстати, лежит. Да. Что-то, да, подожди. Так, тут что-то есть. Это цевьё, по-моему, для автомата. Цевьё полимерное для К-74, слива. Еще одно цевьё. Ну, наверное, тогда пошли вниз. Ну, блин, мне кажется, это очень страшно. Мне кажется, что там по-любому кто-то выйдет, а что? Причем опасный. Мне кажется, это как раз-таки место повышенного лута и в таких местах по-любому гады опасные. Вот, да, но это я про то, что говорю. Да, давай так, короче, аккуратно, тогда без паники, как говорится. Если что. Калаш я взял. А, тут дверь, подожди, я наш, наверное, закрыта. Да, дверь сблокирована. Как его сблокировать, интересно. Это вообще. А, тут просто проход. Жесть. Подразнили и все. Причем там, кстати, по-моему, я не обратил внимания, но, по-моему, там нет кодового замка вот этого. Кода, к думпаду. А, понял, все. Ну, можешь попасть там потом. Калаш, Ксюха, любит. В смысле? Забирай. А ну-ка, она прям нормальная? Да. Автомат Калашникова АКС-74У. Вот это уже ништя, кстати. Прикинь, боевой, нормальный, настоящий автомат. Да, уже боевой, нормальный. Капец. А как он так лежит, просто, прикинь, тут? Спрятали, блин. Ладно, пойдем туда в сторону Капачей, но нам в них заходить нельзя, потому что радиация. Это точно. Ой, что я далеко отошел, нельзя же далеко отходить. У нас же этот может плохое что-то случится. Нам вот надо тут лаз в заборе найти, потому что у нас все квесты тут, вот в этом месте. И лаз в заборе севернее градирнее. Ну, ептась. Где север? Север же в ту сторону, правильно? Вот так вот. Ну, я не знаю, не ориентируюсь. Ну, вспомни карту из сталкера. Вверх-север, вниз-юг. И, по-моему, от градирни вверх-север как раз-таки. Ну, и даже можешь, ну, лучше сворачиваться, конечно. Так, ладно. Ща. По правому или по левому краю пойдем? Без разницы. По левому, мне кажется, лучше. Да, по левому. Потому что в саму деревню заходить там, я помню, точка радиации есть. Тем более, тут каждая тачка по ней нормально. Да. Интересно будет, как это нормально жарко? Если будет уже как-то обходить, надо. Не, ну, первый боевой ствол нашли. Прям, конкретно это прям хорошо. Он даже как-то, знаешь, так валялся просто очень легко. Да, он просто как-то не знает, кто-то оставил. Я думаю, тут, знаешь, как реализовано. Вот просто есть места спавна, и на них при загрузке есть там шанс лута, в том числе редкого. То есть там калаш 1%. Нам, допустим, повезло, условно. А, ну да. Но опять же, как попасть именно на склад, дверь сблокирована, и подсказок нет. Не знаю, посмотрим. Может дальше по квестам? Возможно, кстати, да. Там, допустим, кому-нибудь калаш принести за артифакт. Так, я уже вижу, что есть у нас тут огненная аномалия. Ну, скажу так, в Припяти можно было, минуя аномалии, через Бугор пробежать с правой стороны. Кстати, а вон в этот дом большой тоже можно сходить, в Капачах. Там может быть что-то. Ну, можно. Мне кажется, он изомбирован. Так, тихо, мутант есть. Будь осторожен. Кто-то рычал. Ну, так, смотри, залезаешь сюда, и так можно обойти. Без аномалии. И еще, сейчас не мочи, сейчас, по идее, в них должна быть собака, которую они хотят приручить. У них на беспилотнике. Псевдогик! Да ну, я не вехал. Какого стрелять? Псевдогига, наверное, я не знаю. Подожди, собака на меня нападает? Да. Подожди, брат, отойди. Реально? Не, давай отходить. Беги-беги, бро, беги. Отступаем. Да-да-да, я сзади бегу. А, брат, отойди. Кто там? Не, нормально, нормально, я живой, меня не кусает вообще. У меня, ага, окончились патроны. Для калаша тоже. Сейчас, нам надо будет вернуться, наверное, как-то, я не знаю, что-то сделать. Я вообще не понимаю, что у нас, ну, квест еще не отменился, в любом случае. Да. Но нам, как раз, собака аккуратно. Ага. Но нам надо псевдогигы именно замочить. Ну, похоже, что да. Тебе надо в него вдруг вливать, если у тебя его много. Да, у меня нормально с тобой. Просто как-то от него надо в средней дистанции, стрельнул, убежал, стрельнул, убежал, как-то так, я не знаю. Ну, сейчас разберемся, я думаю. Но, опять же, квест не отменился, самое главное. А где он? Не знаю. Он в ту сторону вообще шел, в сторону тоннеля. Вот эти пару собак есть, может быть, их хотят приручить, хз. Так, они тут дерутся с кем-то. А, они в тоннеле прям. А у нас как раз в тоннеле какой-то квест был. Да, как-то сюда, наверх. Аккуратно с собой. А, нормально. Стреляй, бро. Сзади, сзади. Перезаряжайся, бро. Кабан. Бро, достань до ружьё, блин. Тут есть камни, я залез на них. Так, я его использую птичку. Все-таки, я слышал, он сверху. Так, у меня магазинов нет, все. Для пистолета патрон кончились. Так, у меня четыре номерца, это кран жестко. Короче, альтаб, альтабница. Из игры в игру. Так, нам надо безопасно как-то. Сейчас я разворачиваюсь. Главное, чтобы теперь не вылетел в игру. Да, все нормально. Я надеюсь, он, ну, хилый. Перезарядка. Мне вообще не вижу, чтобы моему какую-то волнуйся. Хромает. Я тоже хромая, бро. Добивай, дурочка. Мне кажется, я щедро выстрел, и все. Да капец, он опять ударил, что он постоянно бьет. Причем, не слышал, что он бьет? Двадцать. Есть. Абову сумер. Да его кость огромная. Капец. Блин, я, я, не знаю, осмотреть. Ты что? Блин, я боюсь укидывать. Давай на базе я тебе покажу. У него просто огромный кость. Я просто боюсь, что она исчезнуть может. Капец, я почти все патроны потратил. Сарим. Сейчас тебе что надо будет сделать? Тут можно менять активное задание, нам говорили. То ли удерживать так, то ли один раз нажать так. Быстро, вот я не помню. Но как-то можно менять активное задание. У нас сейчас на ВНЗ круг стоит на болотце. А нам надо поменять сюда. Пожди, мы его убили. У нас квест обновился или нет? У нас, по-моему, ничего нет. Вообще ничего, кстати, не обновилось. Какой-то непонятный квест, если честно. Ну, для меня, может, я глупый человек, но как-то непонятна формулировка его. Что-то прийти, что-то сделать, какое-то движение псевдогиганта. Ну, напишите этот, убить псевдогига. Если убить, убить. Не дайте псевдогигу загрызть двух собак. И все будет понятно. Что-то как-то... Что-то траектория псевдогигант. Кого? Чего? Вот это я не понял, честно. В итоге, ну, сейчас мы висим. Но нам нужно как-то активно квест поменять. Я не помню, как это сделать. Ну, ладно, давай тогда пойдем. Что-то там деревья, не деревья. Какие-то дрова свинцовые нарубить. Березовый свинец, что-то такое. Да. Опа, тут зомби. И кабан тут. Хотя ружье заряжено. Кабан иззади. Как будто будет. У меня патронов нет. Все, наконец-то. У меня все, патронов вообще нет. Лутаем мертвых. Так. Обновлено акт. Апатия, жадность, коррупция, власть, надежда. Так, горелая аптечка. Ну, у них, кстати, калаши. Ну, вот такие. Гавеные. У них снаряга, как у нас, кстати, похоже очень. КПК-сталкер есть. А может быть, у них был бы детектор. Кстати, а они визуально меняются, когда их раздеваю? Да, прикинь. Броня снимается. Офигеть. У этого что? Пистолет ТТ. У меня, кстати, к ТТ 70 патронов есть. Придется взять его, наверное. Братан, нам надо научиться переключать задания. Иначе у нас, ну, как бы... У нас сейчас отдавился квест на жадность. А что нужно сделать, там непонятно, потому что надо подпункты читать. При наличии нескольких заданий, переключение между... Осуществляется на... При помощи зажатия клавиши ТАП и нажатия на правую или левую стрелку на нумпаде. Че? Зажми ТАП и нажми правую или левую кнопку на нумпаде. Короче... А, нет, все, я поменял. Да? Защитить и следовать за познапарником. Вот у меня сейчас... Ну-ка, нажми ТАП. Че у тебя написано? Апатия у тебя квест? Обыскать тела, да. В смысле, обыскать тела? А, понял. Тебе надо КПК забрать. Забери КПК вы это учил. Так, обыскать тела. Значит, тут словили, что дровишки будут у нас. Потом пойдем плавить их у нас клад, чтобы у комплекса вести лиц. Он венкомплекс. Он венкомплекс это разведут? Ну да. Оборудование там какое-то шмооборудование. Нахрен надо, короче. С Миськой покумекали и решили сами свинец достать, пока эти сиськи мут. Исправить кому-то, а не этим. Или кто они там. И деньги поделить. Как раз коробки от АИшек есть. В них и наберем. Что может пойти не так-то, ё-моё. Предмет для задания. А, ну аптечка это предмет для задания. Ща, подожди, я положу предмет для задания. Раз, два. Все остальное вроде не предмет или задание. Да, все. Че, у тебя обновилось? Да. Че, надеюсь? Обыскать тела. Мне надо, короче, их у себя оставить. Отвыскать салкеров на складе контейнеров. Стоп, 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 подожди, че будешь? Отвыскать салкеров на складе контейнеров. Это у тебя квест такой, да? Да. Так. Это апатия, жадность, коррупция. Так, а сейчас я переключу на щенящее племя. Найти полевую группу возле БПЛА. Капец, а там никого не было. Ну пойдем. У меня диссертация второй квест, кстати. Ну это я переключил. А, у тебя, в смысле. Ну пойдем, значит, возле БПЛА найти группу, но там никого не было. И более того, уже все там умерли мутанты. Подожди, так у нас время, кстати, 12 минут, братан. Нам надо уже как будто... Да, 13 минут оставься. Как будто, знаешь, попками пошевеливать. Да, епать, а где здесь выход-то? Может здесь я где-то группа, а уже сама мертва, допустим, условно? Ну как? Ну, может она в аномалии там валяется. Может в кустах тут? Да, это же кустах. Как ее может не быть? Тут все работает как часы. Опа, не входи далеко. Где-то, где-то. Капец. Это вот эти ботики. Так стреляют. Кстати, а может эта группа, е-мое? Стой, вдруг эта группа. Пойдем посмотрим. Пойдем, пойдем. Я сомневаюсь, конечно. Чем в кустах стреляет по камню. Так, достань пушку. По мне, по мне. А, значит, убрак. Умер, по-моему, да? Не знаю. Упал, упал. Так, кто это? Какой-то чел, наверное. Так, ну я не знаю даже, что делать, брат. Наверное, надо на выход? Ну надо на выход, да, по-любому. Потому что мы уже не успеем ничего. Наверное, тут, мне кажется. Логичнее, как будто тут должна быть. Ну да, мне тоже так кажется. Каждый разрыв тут нет никакого. А, ну, а разрыва не было. Ну ладно. Так, ну меня один квест не выполнили, получается. Кстати, до сих пор диссертация у меня висит квест. Я тоже. Так, что делать-то? Ну патроны калашу еще есть, конечно. О, 545. Слушай, это под Ксюху, но под Ксюху всего один магазин будет. Вот в чем проблема. 2. А, ну в смысле магазин, да, ну вот так, можем будет дозаряжать этому. Ага. В полубой, да? Тогда я ружье возьму себе. У тебя вообще есть патроны кружью? Да, у меня с собой. Сколько? 39 патронов. Так, тогда вам что, просто возвращаться, по сути? Ну ладно, надо делать кое-что, наверное. С щенячьим племенем вообще непонятно. Но я не хочу от него отказываться, потому что заново психи-гига мочить, это вообще бред будет. Ну да. Ну, в таком, кстати, с другой стороны он не такой уж и сильный. С радиусом разу это заверстывал. Опять Юпитер. Принять. Сейчас еще и ночь будет, вообще кайф. Да, там 19 часов, у меня еще фонарика нет. А что ты его не делал? Сейчас же его просрал. Ой, зачем? Блин. А, не, все нормально. Ладно. Стой, братан, ты на Затону загрузил? Да, ну. Да. Я Юпитер выбирал. А мы на Затоне. Это потому что у нас криво закинуло и, короче... Мы не в тот телепорт прыгнули. Ну ладно, что у нас там? Сигнал на болотосо-северний бензокруг. Пошли на бензокруг. Кстати, интересно, тут можно утонуть что-то? Ну, я имею в виду, прямо на базе. Просто тут такая огромная база, и там по-любому может быть кто-то. Я прям в этом уверен. Да не, никого, кстати. Ну, значит, можно подлутать с местечка. Тут даже что-то есть. Это что за маленькая писюлька, капец, посмотри. Вот что это такое, мне даже интересно стало. Серьезно, какое-нибудь. Направляющая вектор оптик 45 дегри. Так, ну все, да, пошли дальше, что теперь? Пока ночь окончательно не наступила. Кстати, ты заметил? Тут вода хорошая с отражениями. Угу. Упа. С права по нам стреляют. Да, бежим, бежим, бежим. Не отвлекаемся. А у тебя вообще что со здоровьем? Я не вижу своего здоровья. Мне такое у нас есть показатель. Опа, кабаны. Опа. За тобой прям четко бегут. Так как я промахнулся, ё-моё. Капец. Все, хорошо. Опять клубики. Блин, а куда же части тела девать-то? В общем, дальше я буду уже показывать все в ускоренном темпе. Хотя лутались мы на этой локации довольно-таки долго. И под конец случилось кое-что страшное. Все дело в том, что я перепутал выход с локацией. А именно лесничество и лесопилка. Я спутал два эти места. А также словил дичайший баг под конец. Как мы его окрестили, кисельные ноги. Во время бега персонаж буквально бежал на месте. Все увидите. А то и так время куча. Мы, блин, ни одного курица не выполняли. Так, впереди кто-то сидит за костром. Видишь или нет? Да. Много народа там? Ну чё, один человек, по-моему? Да, попробуй, может быть, пистолетами его или чё? Может, он добрячок, походи. Так, мы далеко друг от друга сейчас встаем. Стой, наверное, за дерево. Я попробую за то дерево пробежать. Которое заднего. Стой, погоди, мне кажется, это ты можешь кое-то упаковать. Ну, сейчас посмотрим. Подходи и целься в него на всякий случай. Так, у него тут ружьё, ни хераси, но оно... Да, это квестовый, короче, понятно. У него тут типа лагерь. Сейчас я поговорю с ним. Шахер. Привет. Ну, привет. Кто такой будешь? Здорово, мужики. Будем знакомиться. Меня шахером кличут. Челночу помаленьку. С вашего брата потроха собираю и по своим каналам сбываю. Потроха сталкерские. Помощник торговца в органами, о котором нам рассказывал колбаса? Ты типун тебе на язык. Мутантские потроха, мутантские. Дело всем полезное, а главное выгодное. Вы мне запчастей ствали местных, а я вам пулик. Всё равно одевать тебе эту тухлятину некуда. А так хоть отобьёте вложенные пороховые капиталы. Ага, вот куда можно части тела, братан. Какой курс на бирже? Всё просто, как два пальца об асфальт. В общем, список такой. Четыре клешни плоти, четыре пары клыков местных боровов, четыре хвоста слепых шеи, два хвоста псевдособак, щупальца кровососа или мозг контролюра. Тащите мне что-нибудь из этого и получаете свою законную пачку пулек 12-го калибра. Ну а если умудритесь бройлера завалить и вырежете ему всё, что надо, то дам сразу две. Токмо, запчасти тащите целые и красивые. Всякий шлак можете даже не срезать, не возьму. Обретаюсь, если что, на Юпитере, на вышке у Янова. Опа. А на Затонию со Снодуба. То есть на Затонии тут, а там на вышке. Давай меняться, но у нас нечего поменять. А сколько у тебя клыков? Один. Блин, у меня два. Четыре хвоста с лепышей. Клешни плоти тоже четыре. Псидособаки две. Щупалька крова один. Мозг один. И одна кость псевдогига за две пачки патронов. Ну ладно, запомнили. Обалдеть, вот ещё ниже можно. Кстати, можем пройти, попробуйте туда. Потому что всё равно к болотцу выходить надо. Давай. Только тут уже реально осторожно. Тут и правда могут быть какие-то опасные гады. Вон тут кости человеческие. Блин, я такого не помню в оригинале. Вот это уже страшилка конкретная, брат. Ну хабарано нашли. Магазин для ВСС, прикинь, нашёл. Нормально. Так, я магазин для ПМ, по-моему, нашёл. А, для ПСС. Так, ну в целом, можно уходить, я думаю. Спрыгиваем. Так, диссертация. Исследовать сигнал на болотце Север-Нево-НЗ-Круг. На болотце Север-Нево-НЗ-Круг. Но тут только одно болотце получается. Опа. Защитить теперь тебя мне. Исследовать сигнал около Скадовска. Так, подожди, подожди секунду. У меня и раз вернулся. Окол Скадовска? Блин, пошли. У нас, кстати, время. Пойдём потихоньку. Не знаю, если что, на лодку слева идём. Прячемся за ней. Чего? Всё, защищать. Убийз набированных, я бы сказать, тела. Тот зомбов. Ну, только... Давай, способы попробовать этих двух. Готов. Тут, кстати, крест какой-то. Так, обыскать тела, значит, я должен. Поэтому ты их лучше не обыскивай. Раз, пояс. То есть, у них должен быть квестовый предмет. О, ближайший общий войсковой 6B231 какой-то. Покруче он выглядит. Даже шея защищённая. Есть КПК. КПК военного. Для упрощения поиска пропавших людей в чрезвычайных ситуациях, КПК экспедиции подключены в локальную сеть. В данный момент есть... Сеть фиксирует ещё двух человек. Имеется личная запись. Ох, и надаю звёзд по садовой голове одного из лаборантов. Подвергает опасности экспедицию. Раз. Приезжается к зомбированным 2. Весит мне 3. Так. Найти за оставшихся учёных на земснаряде. Темно уже, капец. Да, уже темно у меня фонарька нет. На земснаряде? Это где вообще? А, понял, где. Так, будем заходить на Скадовск. А, сюда нельзя идёшь, походу. Тут ещё. Не знаю, ничего не нужно. Все вообще ничего не видишь? Не перепрыгнуть можно. Вся, подожди, я тебе что-то скину, потому что у меня покер груз конкретный. Звери вот пару броников. Тут прям лагерь. Да, тут прям люди жили. Водочка. Ну, а не видишь, вот прям баррикады поставили. О, смотри, к бороде можно пройти, прикинь. Вот водочка. Опа, мысль среди болот. Господи, нашёл какую-то записку. Нет, среди болот. Мы только с запиской. Долго нам так не протянуть. Нужны решительные действия. Кардам пообещал собрать огнемёт перед отправкой на Янов. Надеюсь, не умотает раньше срока. После падения нашего болотного ледокола, меня на этом свете ничего не держит. А вот парням надо вырваться на большую землю. Возьму ребят по толкови и лично возглавлю рейд в логово этих поганых осьминогов. А, да? Ну, то есть, только что где мы были. Ну, это нам туда, короче, потом в следующую вылазку надо будет идти. Так, у нас 16 минут осталось, если чё. Живём вроде. А, ну, кстати, я бы не сказал, что сильно тратим, но... А ты можешь в теории, наверное, яркость себе выкрутить гамму в настройках. А, да, попробую. Так. Во, и гамму выкрутил, а сейчас цветом стало. О, всё, кайф, погнали. Так, ну что, земснаряд. Найти оставшуюся группу учёных. Так, вижу зомбу. Сразу. Аккуратно, у них могут быть оружия. В теории. Или они живые? Один сидит как живой. Второй? Один живой, один зомба. Говорить можно, подожди, не стреляй. А с этим можно говорить? Нет. Он зомбу конкретно. Лаборант Кионин. Привет. Пояснишь, наука? Поздно, товарищ аномальный, поздно. Пропущено вами грандиозное событие. Никому до меня не удавалось запечатлеть полный процесс зомбирования человека от пси-излучения. Вы видите? Я вижу диссертацию. Билет в большую науку. Пойдёмте. Не будем медлить. Ведите меня куда-то надо. Ладно, в ГРАЗе с тобой разберутся. Диссертация. Сталкер говорит. Профессор Бальдюкевич. Наши науки такие люди ни к чему. Представим к награде посмертно. Не забудь КПК лаборанта. Науке пригодится. В смысле? Узнать судьбу экспедиции на ВНЗ Круг. А у тебя, если чё, зажать будет? Защищать следы за напарником. Но он мне говорит, убить его надо. Кого есть? Вот этого. У него есть КПК. Лаборанта. На залитом кровью экране виднеются десятки папок с видеофайлами и краткими словесными описаниями процесса зомбирования. Одна из папок имеет файл с готовым титульным листом под названием диссертация. А это? В теории его тоже можно жмыхнуть. Чтобы не мучился. Но у него ничего нет. У меня висит дальше узнать судьбу. Хотя, ну в принципе, дело сделали, так скажем. Капец, у меня столько хабара. Шесть какая-то. Ой, тут всё рода. Блин, я сюда ещё пришёл. О, нифига сколько радиация отнялась. Нет, сюда лучше не лезть, короче. Давай туда пошли на выход. За лесопилкой. Ну, погнали искать на лесопилке выход. За лесопилкой. Я думаю, что это вот тут. Посмотрим, как оно по факту. Опа, что нам сойдётся? Костёр какой-то. Человодики, наверное. Скорее всего. Ну, кстати, костёр там вообще такой крупный. Не как обычно. Так, у нас теперь ещё есть Маза сходить. Всё-таки в логу кровососов опять. Потому что туда устраивал, оказывается, рейд борода. И там, скорее всего, предмет какой-то появился. Фу, я надеюсь, сейчас этот квест мы сдадим с профессором. Так, ну, для меня как будто выход тут. Хай за. За лесопилкой. Это за лесопилкой. Нет. Вот чё, сейчас не так? У меня сейчас ноги проваливаются. What? Он как-таки сильно бежит сейчас. Да, у меня такое же бывает. А в чём прикол? Без понятия. Так, ёптать, я вообще еле бегу, чё за бред. Вина в том, что я неправильно выбрал место для эвакуации. Лесничество вместо лесопилки. Целиком полностью на мне. Тут вопросов никаких нет. Слились закономерно. Но всё-таки немножко у меня припекло с кисельного бега. И такое чувство, что даже если бы я был уверен, что это лесопилка, если бы всё ещё был нормальный бег, то потенциально мы бы могли вернуться. Потому что бегали мы тут минут 6-7. Потенциально, я думаю, за 3 минуты с нормальным бегом можно из этой точки добежать до холма за Скадовском. Там я примерно понимаю, где выход. Ну, а так, конечно, я спутал мой косяк. Всё потеряли. Ну, кому от этого легко? Я не понимаю. Или только выход за лесопилку. Красота. Снарягу при... Всё про... Всё, что наглутали. Магазины, всё, всё про... Кстати, слышишь, по ходу... Мы не на той лесопилке были. Или... Стоп. Нет. Ну да, братан. Мы были не на лесопилке. Мы были на лесничестве. А. Братан, мы были на лесничестве! Мы не на лесопилке были. Ну да, я тебе говорю, мы были на лесничестве, а не на лесопилке. Еб**ть! Какой же это бред, б**ть! Да, мне кажется, всё равно можно это смонтировать, и рофл будет такой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...